Еще совсем недавно, в начале этого века, то есть меньше 25 лет назад, магия кино и телевидения была доступна лишь избранным, а кадры, снятые любителями, получали публичную огласку в программах а-ля сам себе режиссер. Теперь же любой владелец смартфона, у которого есть аккаунты в социальных сетях, это целая теле- или киностудия в миниатюре. Уберем за скобки качество, но количество таких людей сегодня не может не впечатлять, и это влияет даже на незыблемые, казалось бы, правила. Айжан Успанова продолжит. Снимай не меня, а то, что сзади. Я сам знаю, вот так красиво. Мы же ради гор приехали. Нет, вот так красиво, классно сидите. Снимай вот так. С развитием соцсетей мобилографы становятся обязательными сотрудниками и в разных государственных ведомствах. Спорт – это такая отрасль, что вот победа, и буквально ежесекундно надо передать эту победу казахстанцам, довести до наших зрителей, чтобы они знали, что наш соотечественник выиграл там или где-то медаль. В Министерстве туризма и спорта один из таких универсалов – Айжан Жолдосбекова. В этой сфере работает более двух лет. Мобилографина спорта Ирик Щелега. В нашей работе важна оперативность. Надо успеть быстро смонтировать видео. Музыку в таких случаях мы готовим заранее. У нас есть график соревнований, по видам спорта подбираем песни. Чтобы освоить эту профессию, достаточно смартфона с хорошей камерой. Сами мобилографы говорят, что нужно просто начать снимать. И чтобы доказать, что это возможно, научиться с нуля, проведем небольшой эксперимент. Это Аружан, ей 19 лет. Она одна из 20 финалистов, которые выиграли поездку в Нью-Йоркскую академию киноискусства. Участвовали в Республиканском фестивале мобилографии более 7 тысяч человек. В США победители прокачивали свои навыки. За эти 5 дней нам было задание отснять короткометражный ролик. У них есть свой кинотеатр. Мы там показывали все работы. И когда мы получили от них фидбэк, они сказали, что к нам впервые прилетели такие люди. Они отсняли фильмы со смыслом, качественные, за такой краткий срок. После Штатов Аружан вернулась с большими амбициями учиться и учить. Мы нашли и двух добровольцев и выбрали обычную рабочую локацию. Сначала ученики получили задание снять друг друга так, как они хотят. Их работы оценили сразу на месте. Только книги снимал в основном. Человека не снимал. У вас тоже самое. Человека нет. Более ровно держать статично. И тоже человека показывать, а не ноги. Мобилограф подсказала, как можно сделать по-другому. Телефон нужно держать. Вот эта рука вот так, а вот эта вот так. Вот. Ровная посадка рук. Можешь двигаться. Вот так. Это подходит для кадров, где просто человек, и можно наложить музыку. Мы можем чуть-чуть дальше отойти, потому что у Айсултана рост маленький. И он посередине должен быть. Тут нужно руку повернуть вот так. Ааа, блейма. Подходите. И оставайтесь. Да. А теперь посмотрим, что в итоге получилось. Больше всего ученикам запомнилось одно правило. Научился держать телефон, а то так же, как попало, держу. Могу то, что телефон надо правильно держать. А то мы как видим, так и держимся. Иногда неправильно окажется. Мне очень понравился. За короткий срок вертикальное видео из исключения превратилось в правило, под которое уже даже классическая техника подстраивается. Оно имеет большое влияние. Например, элементарную мысль через соцсети можно донести нескольким людям. Чтобы сделать свой почерк, нужно больше всего практиковаться. Снимать, снимать, снимать. Снимать для себя. Снимать на проекты. В будущем Оружан хочет снимать большое кино. Тем временем действующим режиссерам, которые привыкли выстраивать кадры вширь, сегодня приходится учитывать в своей работе вертикальную съемку. Ален Неазбеков, который снял бизнес по-казахски в Корее, «Алмата, я люблю тебя», «Моя большая казахская семья» считает, что противиться новой тенденции нет смысла. Скорее наоборот. Иначе можно остаться за бортом». Когда мы начинаем снимать полные метры или какие-то рекламные ролики, и часто, когда даже заказы приходят от заказчика непосредственно, у них уже в техническом задании говорится о том, что будет помимо вертикального, также и горизонтальное. Вот помимо горизонтального, также вертикальный видеоряд. И мы уже максимально стараемся на стадии съемок, даже полного метра, стараться уже брать более общий план. Потому что пошире снимать, чтобы это мы могли потом использовать еще на вертикальной подаче. Вообще, как подмечает кинорежиссер, зрение у человека горизонтальное. Мы больше видим вширь, чем сверху и снизу. Но делает ли мобилография наше восприятие мира более узким? Скорее нет. Просто она открывает перед нашим взглядом другие горизонты, меняя восприятие как видео, так и реальности.